здравствуйте уважаемые любители киберспорта с вами студия stream.to и сегодня у нас финал блица под номером 23 карта кунгур формат medium и сегодня встречаются такие коллективы как steel brotherhood против веномов комментировать сегодня буду я luminescence и мой напарник чертик еретик да привет влад и привет всем зрители зрители готовы как и мы как карта кунгур нас будет сегодня радовать а надеюсь у всех чекер отлично работают и немножко шафтов надеюсь нам сегодня удастся видеть вот первый уже видим я лично да стил brothers худо соперники тоже думаю что приготовили интересное карта кунгур у нас последний тур сегодня дальше будем на новую смотреть впереди тоже нас еще ожидает много интересного это и гром и молоды и рикошет не за горами в общем тофы тоже по близости но пока у нас блицы я думаю что будет интересный матч тем временем у нас еще и параллельно идет трансляция поэтому тем кто захочет посмотреть еще один бой как минимум до финальный можно посмотреть параллельно будет потом пока от ним не уходите у нас будет интересно ну да я думаю можно уже представить составы команд за веномов сегодня будут у нас играть эрфрап сэнт в валентин алексанян сэйдмейт азамат 0234 и мертвый демон за стил бразер ход бдп бастанг 13 а я артем молодой 1 сейл и богдан укр сейчас выходит да ребят на карте есть уже размена под элитом и вот посмотрим на с этапа с этапа вижу я кстати тоже вас по шафт за ребят из веномов в общем на быстром он помню перезаряде до пири быстрый перезаряд ребята из как раз таки стил бразерс тоже у нас с тремя быстрыми быстрыми на шафте сливает уже лихоняна и кстати неплохое сочетание богдан у нас на вика пулемете первый раз вижу на этих лицах ну да смотри веномы уже активно отжимают фабрику 4 корпуса сейчас туда выдвинулась явно есть проблему у стил бразер ходов но к сожалению сейчас нет атаки у веномов она пригодилась бы сейчас далее ханяна у нас да ведь неплохо сейл нас будет погибать и как раз таки азаматом выполняет вариант отвлечения есть кстати двойные коробки и вот молодой по мото жмет у них до молодой джима к сожалению лихоняну не удается сбить рельсу вот и он будет отлично погибать то молодой скорее всего лихоняна есть и на дальность но подожди молодого то есть у нас рикошетов принципе вниз можно спрыгнуть нет выдвигается на центр будет по крану левому идти на и богдан двигаться на помощь да богдан безусловно подхватит флаг ребята из веномов будут этому препятствовать да скорее всего не удастся ему вести и тем временем эльфрейп тоже пытался атаковать но ничего у него не получилось до впереди посмотрим на выдвигающих артема единственного не забрал дэшку богдану стоило на вулкант из дады неплохо то подожжет их не забирает возможно там остается для подссылки вас по рельсе все-таки богдан будет забирать видимо есть дэшка уже хер фрейпу ничего не получится скорее всего сделать еще и шафту кстати в деревне есть броня не три нету нота на другом конце карты есть стеса лыгает у нас ракеты на наведение один выстрел то есть в принципе каждый раз по 1 может попадать это очень хорошее устройство в данном формате алиханян будет теперь разобрать на кровать но сейчас без танк 13 выдвигается в город сейчас много дамага я так думаю нанесет и атаки от веномов ну пока не предвещается хотя есть алиханян который пытается заходить и скорее всего он отвезет если артем сейлом его не разберут ну со встречи тут пока что непонятно дам накидали вам много урона особенно это сделал богдан вот его сюда вижу подхватов но единственная вот аптечка которую его спасла от выживания для выживания замат есть к сутку можно брать да сейчас эрфрейт будет пытаться на дашки заходить должен сливать бест танка и я сейчас аптека на кемперке и возможно это будет неплохая так от веномов кстати еще мертвый демон забирает тоже дробь на разломе и должен сливать сейла до салюту единственных кто проблем может достать это богдан богдан наяривает со своим вулканом впереди есть алиханян который кстати может забирать эту задержку и в принципе доливать все кто мешает все-таки дальность позволяет сливает его там сзади нехорошие скажем так товарищи со страйкером и вот доливают каким-то чудом все-таки алиханяна с его фулами валентин конечно будет пытаться разрешать но здесь нужно ему столько проделать времени что жига кстати успевает не успевает джига пробить его броню вот херфрейт поможет защитить от артема потом мы защитились они двигаются дальше богдан до сих пор достает своим кстати уроном и во вторых все-таки не будет хотя беде возможно мог давать три шахта но не успел ну безусловно этому возу поспособствовали удачные виспы от веномов они открыли счет и сейчас стилбрадер ходом надо как-то пытаться отыгрывать едут они в четыре корпуса сейчас в атаку артем также будет выдвигаться с города и ну ребята сейчас явно будут стараться увести до стараться то не то слово будут никаких у них способность нету чтобы быстро сейчас передвинуться к флагштоку единство это бдп но тот будет погибать за 1 и 3 нету для вас повода артема бдп еще кстати жив но от смока который отрестал из тылов его добивает артем кстати жив артемка может отжать у нас хотя бы не тру но вот потом по моему сейдмой да я его заметил молодой будет забирать 2 дешка ему поможет ореханяна слить у того нет тот урон к сожалению прошел еще и резист и там есть 3 лисы помогает 2 лисы вот внизу шафтовод может ему сейчас 3 лисы ой 3 лисы как три шага залпа выдаст и все на этом завершится оба станка отжал брони да тем временем бы станка отжал броню и валентин может пытаться уходить единственное что богдан сейчас будет по нему стрелять но есть у него аптека на кемперке если он до нее доедет то я думаю это может быть второй воз и тем же временем богдан пытается заходить нужным только слить азамата и я думаю тоже он сможет уйти хотя почти нет нет у него хп да посмотри если посмотрели мы внимательно по валентину давали там урону к сожалению шафт почему-то не и страйкер там минут его целился и в итоге мы видим чистой воды доставку без ничего да уже это 20 прошло у нас примерно половина раунда ребята из стилбрадерхудов как по мне никак не раскачается есть вот у них сейчас дробь в деревне дробь перед мостом и должны они как-то его пытаться реализовать да сотка забрана и мертвый демон уже в атаке кстати в качестве суппорта ему может помочь херфрейп сейдмейт не выдвигается ребят играют через вес маки ребята играют валентин на рельсе богдана в принципе неплохое сочетание но тиммейты почему-то так не отыгрывают отлично как к примеру богдан или тот же сейл который на страйке рядовой таки много положили пытаются они заходить богдан понятно не может увести и загорение чисто отрабатывает на урон в то же время бест танку наверное все таки стоит поменять пушку не заходит у него с тринцом здесь и так вот играть а вот кстати у бдп неплохо бы выходила в атаке но к сожалению он не исполняет роль атакеров почему-то его не вижу постоянно флаг штуки к сожалению да хотя дробь забирает но к слову если ты начал говорить про атаки стил брадер ходов то в большинстве я наблюдаю какие-то лишь одиночные заходы плюс ребята ну не очень хорошо контроля дробь бывает что у них отжимают тем временем когда веномы практически идеально контролить свой дробь и сейчас смотри херфрейк будет пытаться опять заходить правда он один нужна какая-то помощь от тиммейтов есть там сейдмейт но скорее всего его разберут да без танк там есть надо дэшки уже заход есть единственные биты богдан все-таки убит выдвигаться нужно своим помогать но валентина увидела вот эти быстрые рельсы со скаута решать свое дело да еще и гром там по дд или с чего его вообще добили я честно говоря не заметил на секунду но отлетел он громад как раз кисты лов это было за мат там под мостом он был дэв они зачистили две минуты и вот последние у нас коробки есть как раз таки у веномов есть на углу слева есть кстати двойные собственно афер фрей будет их забирать молодых на него выдвигается богдан пытается ему помогать там три игрока в принципе если раздамажить было бы неплохо сел там справа еще пытаться отлечь единственно надо бы залетать уже молодой здесь есть херп фрейп вот херп фрейп конечно больно бьет молодого и собственно азамату там уже не быть вас по смака конечно не лучше решение думаю ну да ребята явно не увезут и стилбрадер худов хотя есть сейчас артем будет помогать бдп но скорее всего их также разберут да и остается полторы минуты на два флага ну я не знаю скорее всего разберут ай артем плюс он еще там немножко подлагивает не не нет это у нас происходит когда его сливать внезапно это был шафт такой небольшой флаг вот первый раз видел будешь на будущее знать да и херп фрейп у нас принципе справа фланга единственное что вряд ли сможет увести так же активно как и предыдущие флажки тому вот гасит всех сторонах тем вновь летают им нужно давать три смоки ну тут уже шафта вот у нас по имени демон его отправлять респы с этим на пару и все отлично у них поэтому становится ну да этот раунд явно уходит уже в копилку веновов как-то на стилбрадер худы начали атаковать под конец раунда это у них не совсем получилось я надеюсь что ко второму раунду они все-таки более-менее раскачается и хотя бы окажут какое-то сопротивление потому что сейчас это но я не знаю явно доминирует веном и молодой зашел через луну по моему все заметили 20 секунд у него есть новый воз его гасит просто с трех шахтов до 3 подряд шафта смака гром очень раз колупали как могли все сразу не драм это все что могли сделать на час с тела и для того чтобы попробовать хотя бы один флаг свою копилку да тащить не произошло ну и ладно следующая сторона будет это грянат за кратную базу возможно тут полегче будет в каком-то плане ну скорее друг чем что-то другое решала в то же время половина команды постоянно было у себя в дейве это тоже большое время не имеет когда у тебя тиммейты не выдвигаются к тебе на помощь и пытаются отбить постоянно своих и понятно ты будешь терять флак флажу ну если посмотреть на как раз таки их противника феново здесь как бы получше выглядит хотя вот если бы была такая нюанс ты оставляешь одного в данном случае вулкана в дефе и должен в пятером ехать вот так я думаю этого достаточно то есть там вулкан сжигательной смеси это должно любого останавливать но если не осталось значит противник уже на нулях будет ехать и любой твой добьет закоманник ну а если посмотреть как раз таки про что я говорил в веномов то здесь все было в принципе нормально шафт был в атаке постоянно рельса было в атаке да кто у них был в дефе честно даже могу припомнить помню всех постоянно были в атаке ну азамат там немного как отыгрывал от дефа на своем кроме но это он выдвигался на фабрику а так ну тоже я не особо заметил в общем ребята уже начинают контроль и дроп я надеюсь что у стилбрадерхудов получится в этом раунде немного получше и ну я надеюсь что смогут они показать нормальную игру посмотрим что они приготовили на эту сторону видят стороны меняются пушки это подзывая именно поэтому принцип работают ребята видели мои магнумы за красную сторону от других коллективов конечно видим за веномов или нет я думаю нет они на магнуме не особо я думаю здесь на конгурии захотят поиграть но все возможно возможно не денутся эти вулканы здесь вот а что приготовили для нас ребята но надеюсь это не будет вас по смог я надеюсь ладно уже одевать так вас по рельсу уж вот синяя база синие деф кстати есть у нас уже коробки двойные у синих поэтому здесь и должно быть полегче вас погром вас по шафт вас по рельсу хорис мог рикошет и твинс кирфрейт на твинсе играет эмоционально именно так но ребята из телов сейчас посмотри есть неплохая попытка захода будет от алексаняна будет он ехать по мосту правда один и ребята не особо пока что его поддерживают а в дефе у стилов есть богдан есть без танк и будут они скорее всего разбирать только сейчас по мосту едет херфрейт но скорее всего не успеет так как алексанян уже находится под заморозкой и но все-таки ребята из веномов активно так атакуют они не неприятно было конечно там подлететь ему на заморозке лб станка до сих пор у нас это антифриз есть устройство и она доставляет многое скажем так нервных нервных проблем для ребят игроков валентин там вряд ли был может уйти опять это устройство которое быстрые рельсы но резис говорит сам за себя если у нас заход на двойных херфрейпа его там отвлекают других и собственно из-за этого он будет терять свои доли секунд для захода тоже лиханян собирает там двойные коробки центральная пока что площадка открыта для валентина но в то же время бедипит они будет морозиться и давать три шафта подряд и все ну да еще заход от веномов правда там было три корпуса сейчас уже но я так подозреваю не останется ни одного в то же время стилы все отвлеклись на свой деф и сейчас будут они двигаться на фабрику и только богдан я так понимаю сейчас будет атаковать в то же время у веномов уже падает full осталось там только ускорение нужно кому-то выдвигаться херфрейп скорее всего будет целый забирать хотя уже по нему выдали дамаг и сейчас скорее всего будет атака от веномов правда поддержки скорее всего опять не будет там молодой его уже разбирает да молодой разбирает и есть у нас как раз таки заход на двойных в дипе единственном один на троих и этот шафт наверное его все таки нет хорошо он войны разобрал одного игрока азаматова уже не получится но тем не менее двойные сбил богдан будет в ответочку заходить с другой стороны лиханян вот лиханян конечно один соло смоковода вряд ли сможете разгасить тем более у нас закончился баллон от молотка и он даже без д.д. да артём следом и кстати уже богдан у нас отдыхать молодым артём пытается единственное что проблема есть для ребят это азамат азамат на двойных сел разобран и вот лиханян вновь залетать будет ну к слову сейчас происходит то о чем я говорил в предыдущем раунде у стилов есть какие-то заходы но они к сожалению только одиночные сейчас вот когда богдана разобрали уже подоспел второй игрок и к слову ничего у них не получилось в то же время али ханян прыгать там падает ой хорошо хорошо там сбила молодого рельса по-моему это именно она была или в бок то молоток этот васпик выстрел вот проблема была только в том чтобы станка даже не стрельнуло хотя он знал камеру не не повернута общем наверное прижатом состоянии играть с камерой а смогу он заморозить а в итоге он проехал мимо прогиб видеть и у нас в телах уже в деревне 7 его видео и вот замат вверху не видела азамата до бдп тут явно разберут хотя есть сейл богдан и артём до который безусловно будут увозить в то же время от веномов нет никакой атаки сейчас явно увезут ребята из стилов и нужно атаковать ребятам из веномов да нет тут никакой атаки бастанк разбирает валентина и бдп скорее всего будет спокойно доставлять есть там на массу ту сейли есть херфрейп но естественно они не успеют и бдп откроет счет в этом матче хотя есть уже ответная атака от веномов алиханян там будет на двойных херфрейп также были заходить и в дейфе остался один артём и нет не отвез он молодой с фабрики убил его да неплохо зашли ребят как раз и силов есть ответка замат сейчас города пытается заходить бастанк его там заметил и сейл разберет ну сел также его увидел разберут они и их херфрейп тем временем также пытается заходить но он там сейдмейдом и естественно их тоже разберут да ребята из веномов активно давят но чего-то не хватает да ребята заходят богданом прорвался про мирного дела бы так назвал валентин неплохо залетает валентин уже пытаются от наутки отыгрывать единственная проблема богдан зашел на пустую базу здесь кто-то респонет я чувствую прям кто-то сейчас будет нет богдану все-таки пытается пропустить эти граммы от азамата ну будет погибать скорее всего там два игрока никого просто нету на подмогу да мертвый будет погибать от него тем не менее он сам тоже отправится да сейчас тем же временем артем будет забирать фул перед мостом у веномов да заберет он как минимум до ашку и скорее всего еще и дд в общем ну очень большая ошибка сейчас от ребят из веномов пропустили они артема который забрал них коробки которые ну были шансом все-таки как-то сравнять счет есть также дроп у алиханяна будет он пытаться заходить без дроп он все-таки пытается ввести нужно разобрать без танка валентин будет ему помогать ой да валентин то внизу не успевает они слить его слить но вот артем будет тут как тут на подстраховочке на задержать алиханяна артем почему-то проскользнул а богдан тем временем утащил вот надежда вся на артемку артемки нужно помочь лиханяна проблемы если артему вернет артем вернул и богдан тянет богдан ты где богдан едет через стелы херфрейм замороженный вот теперь беде беде нужно ну просто я бы сказал корпусом заблокировать беде 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 ну посмотри у тебя херфрейм едет у бастан птс за него есть доставка хорошо сыграли у нас стилы но тем не менее вена мы датащили да и вены моего ряда тащили сделать вытащили до стилы датащили до 20 прям как в предыдущем раунде там тоже было 20 ну в общем немножко мне кажется повторяется игра и ну да в принципе тут уже не очень-то много шансов есть у веномов как-то хотя бы сравнять этот счет плюс тем что не торопится а не атаковать и в общем-то но я думаю ребятам из-за стилов уже не о чем особо тут беспокоиться херфрейм уже на расслабончике смотрю на мостик стоит да и бастанку кто помешается у вас дэшный с макой он точно любого здесь разложит разложу точно а вот бдп сейчас может делов-то натворить дэшным тройным шафтом хотя валентин может его сразу отправить на весь пейды и все да как-то у ребят мне кажется камера работает очень приблизительно к полу прикручена я не знаю как они вообще играют так как можно играть вот я бы сказал профессиональной лиги номер три да тем время херфрейм алиханян последние попытки на отвоз надеюсь им дроп в этот раз пригодится он им поможет алиханян дай хоть что-нибудь ну хоть витинг разобрал и у херфрейпа появилась надежда надежда но небольшая такая малюсенькая молодой его добьет просто-напросто потому что у него войны да все хорошо быстрые леса вышла не долива да у херфрейпа там была надежда тем временем богдан есть на базе веномов правда он также не уйдет но троих игроков безусловно себя отвечать херфрейп уже вторым темпом будет пытаться заходить в деф есть также без танка молодой ну в принципе нет уже особого смысла от этого захода так как остается 20 секунд и этот раунд явно останется за стилами в общем-то заканчивается у нас этот раунд со счетом 20 в пользу стилов я не знаю что произошло ли либо ребята из веномов как-то подрасслабились либо либо же и стилы как-то немножко подтянулись собрались но в этом раунде по моему получше уже атаковал богдан то есть в основном все отвозил он и все-таки остальные ребята тоже не так плохо уже смотрелись ну что ты не скажешь хорошего ничья да пока что ничья то есть следовательно будем смотреть еще как минимум два раунда ребята уже начинают собирать дроп и в общем то не знаю нет у меня каких-то догадок кто из ребят сейчас выиграет третий раунд азамат я вижу переодевается на средний корпус берет он hunter и ricochet следовательно кто-то пересядет на легкий но у нас на легком там было не так много людей и я думаю это легко догадаться да там терфрэйп он был ну наверно терфрэйп переоденется есть у нас бдп которые вас вас пустое смотрю не все будет снимать ну не знаю посмотрим как он в этом раунде хорошо отыграл на шафте что поменяет стороны возможно будет как первым а возможно ребята и стилов там вдохновились первым раундом проигранному и погнали тащить дальше поэтому может здесь у нас уже все наладится хотя вина мы не новички здесь в этом турнире да и как и стилы игроки тут сборные и многие из них раньше большинство играл в одном плане одноименном а вот тем временем есть у нас замена легканя на хоре молоте интересно интересно ну и херф ухты херф рэйп играли у нас на вика страйкере на один выстрел ну такое себе ладно что будет увидим дроп есть двойной в городе опять первое ну и 100 метров к чуть заполни на двойными да падают у нас уже первые коробки херф рэйп сразу будет пытаться на двойных заходить в атаку алексанянам будет помогать надо разбирать без танка хотя он уже правильно стреляет по херф рэйп он едет очень медленно хотя сейчас алиханян его разбирает и это будет у вас от веномов тем временем стилы также заходят богдан на своем твинсе будет пытаться увозить правда он едет на мост на мосту встречи нет сейчас только беде пи туда заезжает и это будет размен скорее всего да это будет разменная и сейчас в станка 13 будет заходить через город там есть скидка по дозамата будет он забирать дэшку нет пропускает на дашку решает ехать на возврат но там уже есть много группу корпусов и безусловно его разберут тем временем с красной тряпкой стоит артем в полном покое есть сейчас дробь перед мостом без танкова забирать нужно там разбирать алиханяна правда не не очень быстро без танка это делает и сейчас будет он пытаться заходить есть уже в городе богдан ну к сожалению ребята из венов уже практически все его заметили и естественно ничего тут не сделает да ребята явно не спешат атаковать сейчас без танк заберет броню в деревне к сожалению уже он почти битый и также будет пытаться заехать в атаку да смотри молодым долго выжидал нас в углу и вот в конференции было это понимаю информация что все-таки молодой жив и вот до сих пор продолжает там на стрелять алиханян поэтому спрятался немножко дальше глубже заехал мертвый день ему спешит я не знаю заметил ли его или нет наверное заметил молодой сейчас будет рельса 1 а у нас время это отвлекается есть беде пи 1 рельса покое шахта не пошел 3 вы сама даже не посмотрев а вот богдан сейчас имеется шанс вернуть да будет возврат херп рэпу нужно будет уже тащить обратно херп брей готовься да богдан вернул можно было не возвращать просто подождать чуть-чуть там никто не угрожал ничего бы сказал и вот будет доставка скорее всего силы будут вести уже в счете да бы станков ты валентин как прошарился и будет возврат что сделал в один валентин да блин безусловно очень хорошо сыграл убил он флагоносцы вернулся правильно сделал стилы мне кажется сейчас немножко прибывает в шоке а веномы тем временем уже будут пытаться сразу же атаковать но без танк не даст этого просто так сделать херп рэпу и не вижу сейчас особой атаки от стилов сейчас только падает у них дробь перед мостом и кто-то должен его забирать а вот цел зато отжал у как раз таки у веномов дробчик да он был отжат и теперь нужно занимать эту площадку вам покруче молодой уже кстати на фабрике забирает двойные будет двигаться через левый левую бровку здесь его сейдмейн может встретить но нет алиханяна во первую видео 1 рельса пойдет кстати плохо молодому не сбили алиханяна прокидывает там сзади молотков на столе на нулях и тут уже будет без шансов погибать хотя артем тоже заходит стилы единственное что там столько васпов на 1 квадратный метр что никаких шансов увезти не получится нет да молодой явно бы там не смог увезти хотя сейчас есть богдан который будет забирать двойные перед мостом надо там сливать алиханяна я думаю что да молодой его сливает и богдан сейчас будет заходить практически на пустую базу ну естественно там сейчас кто-нибудь скорее всего отрежутся нет нет там респа и богдан сейчас будет без особых трудностей увозить да богдан уже отвозит и практически на своих респах он берет аптеку и будут его ребята встречать хотя есть на мосту алиханян который до которого сливают и нужно еще слить и азамата правда поспевают тут херфрейп сайдмейт и есть шанс сейчас у ребят из веномов отвезти хотя сел скорее всего его сойдет бдп должен возвращать да и тем временем ребята из веномов также вернули в общем сейчас не особо получились увозу ребят веномы сразу же вторым темпом заходят тут у стилов никого сейчас нет на базе 1 бдп естественного азамата да азамата его убьет и херфрейп спокойно отвезет богдана разберут есть артем артем залетает артем будет залетать сайдмейну нужно для дешку контролить уже 1 лица по нему пошла вот просто артем врывается на херфрейп а здесь нужно его обязательно будет помогать иначе артем просто ух ты артема пропускают посмотрите сейчас просто можете херфрейп погибнуть ой как много конечно ошибок допускают у нас ребята из веномов здесь двойные коробки вот бы станку нужно уже перекрывать иначе будет отличный отличный размен доделать валентин там рельсу одну отличную рису богдан дают dd что это может быть ой-ой-ой просто задержать флажком и артем может не успеть чуть-чуть хп нет убивать ребята хотя было очень на тонкого и ребята конечно из веномов рисковали сильно очень сильно мертвый демон здесь тройной шахты и вернет флажок ну по крайней мере так я при предусматриваю молодой должна да тем временем херфрейп также опять заходит на пустую базу безусловно он увезет бдп тут получит много урона от алиханяна но херфрейпа кстати слова уже заметили три игрока и теперь уже вряд ли он куда-то увезет нету помощи от закомандников артем сейчас пытается оттащить правда без дропа он ведет под мост там есть замат херфрейп да естественно его сливает без танк тем временем занимает кемперку будет он доставлять много неприятностей веномом также он пытает пытался отжать дашку алиханян ее забирает и будет пытаться опять же заходить на пустую базу стилы явно оставили свой деф но сейчас без танк там респится и алиханян кстати к слову должен его разбирать нет все таки веном не удалось отвезти там отреспился бдп преспокойно разобрал двух корпусов и стилы отвозят сейчас они уже практически на свою базу богдан там на двойных едет через деревню вряд ли мужа что помешает а богдан должен доставлять как бы не знаю что ему да здесь единственно помешает есть конечно алиханян который может принципе ответный флажок привести и должен заделать прода сел нужно обещу слить да и артема артем никто не видит пять игроков у нас на базе артем алиханян должен отвозить нас тел еще броню бы обновил алиханян нет азамада будет оставлять ее нужно еще вернуть валентин кстати верну должен смотри как валентин возвращает алиханян будет ставить ничего себе это хорошо и сыграли у нас с веном и неплохо неплохо сыграли да артем там немножко не сбил валентину и слову наверное это же и зарешало сейчас хотя стилы пытается пытается опять же ввести моим мертвым отводят посмотри а херф рэп это не слили и вот он далеке своей страйкера ракетский выдает минуту до конца и можно еще до сих пор вернуть флажок херф рэп может принципе поехать и один соло те ракеты запустить ну кстати сейчас ребята из веномов безусловно будут просто пытаться от дефить я думаю не будут они особо ехать в атаку а тем временем артем уже приехал на свой флагшток и готов поставить до молодой здесь затаился в тылах по-моему никто не видел единственная проблема это у веномов как раз таки то что они могут зажаться вот богдана они под подождали дождались и вот теперь все втроем залетают на одного азамана есть конечно проблем потому что херф рэп нужно разобрать чуть-чуть богдана отвлекается на богдана и по-моему если богдана разберут это будет до доставки не будет тут и секунда конца и только пару человек в атаке у нас бастанка в общем чуть-чуть остается для завершения раунда и это будет очко для ребят из веномов да да ребята из веномов тут явно выигрывают и я не знаю почему но мне очень сильно кажется что немножко решает сторона так как все три раунда выиграли ребята которые играли за именно за красную сторону значит следующий раунд будет у нас тоже победы до стил стилов и мы будем встретить пенальти с тобой ты вспомнишь какая карта для пенальти или нет нет я надеюсь что ты мне напомнишь карта песочница вот и на ней будем смотреть все это происходящее по-моему песочница насколько я помню ну в принципе песочница отличная карта почему бы ее не посмотреть но сначала все-таки четвертый раунд возможно сейчас веномы очень сильно соберутся напрягутся и смогут выиграть даже за синюю базу который в принципе по стандарту считается сильнее что же есть у нас уже коробки на карте ребята активных отжимают и так двойные сейчас забирает валентин перед мостом по-моему это не будет full я не думаю что это сыграет особо на руку ребятам из веномов остается у нас 30 секунд до начала раунда особых изменений в сетапах я не вижу по-моему все остаются на том же на чем мы играли ну да в принципе пока что не вижу хотя есть у нас тут херф рейпс или гоня нам которые перри заходили и происходит у нас уже д лет и до никого нового и тут кстати можно обратить внимание кто поменял вооружение оружие не поменял у нас вот я видел вроде азамат что-то делал нет азамат не поменял ничего да ничего у нас не поменяли ребята из веномов ребята из молодой отдел у нас у вас по рыбу и что ну по-моему больше ничего нет херф рейп херф рейп отдел принца снимает ребята там свой страйкер будем смотреть такую игру значит да возможно последовал он примеру богдана так как богдан очень неплохо отыграл предыдущий раунд на твинсе и сейчас будет тот же херф рейп пытаться забирать дроп на разломе нужно тут сливать сейла и богдана да сольет правда мертвый демон то забрал ддшку ничего страшного херф рейп заберет ускорение поедет он скорее всего на аптеку да и будет пытаться отжимать городом как раз падают уже двойные артем тем временем с бдп вместе на вас пиках заезжать через кусты азамат тут пытается его дамажить слову неплохо он ему снес и но нету встречи от ребят и тем временем артем также пытается ходить 7 почему-то не стал уделять им особо внимания и артем уже почти что в городе до никого тут из веномов нет херф рейп есть на двойных но он далеко и и скорее всего это будет доставка от стилов на бдп там еще шафта можно выдать пару красивых выстрелов будет он стрелять заморозили неплохо там бастанка но у азамата есть шанс отвести обратно есть большие шансы молодой кстати нажиги может просто его их сразу развеет до херф рейп о как херф молодой то двоих раз раскумарил неплохо неплохо молодого вновь плюс очко а вот богдан там страдательно пытается отвозить но херф рейп уже трескался двойные подобрал и два твинца борется будет победить конечно у нас херф рейп да богдан явно никуда не увезет хотя сейчас много достаточно ребят из телов заходят в деревню к веномам правда скорее всех тут все разберет остается один молодой но и его уничтожит алиханян и атаки пока штат веномов я особо и не вижу хотя она им нужно если они не хотят конечно сходить поверять песочницу падают у нас двойные на разломе заберут их конечно же стилы так как сливать там херф рейпом молодой пока что практически целый нужно тут сливать алиханяна выдаст он ему да еще один молот и на аптеку бы сейчас желательно съездить молодому но почему-то не хочет на это делать хотя нет сейчас поехал и нужно доехать хотя есть там сейдмейт который скорее всего нет его не разберет и молодой сейчас будет пытаться увозить и по крайне или по крайней мере отвлекать на себя парочку игроков да на теорию насел уже в деревне прорвался через двойные коробки быстро отобрал их богдан прикроет и вот бастанку задача стоит максимально азамата заглушить и алиханяна который уже на перехват спешит с молотком молот у него хороший точный выстрел если бы он не тормозило просто поехал в город он бы 100 процентов вернул силу но те времена молодой да уже загасил его опять со своей жили кстати мало заграде жили без устройства какое-либо это плюс ему очко еще и херф рейп то же время залетел на базу сейдмейт отправила и вот единственное которое мог помешать это сел который его кстати не добил не доиграл сел алиханян уже встречает и херф рейп уже в городе если богдан там прорывается он на не треют проблем могут быть у ребят здесь все стилы бегут в деревню молодому нужно загасить иначе там живет бежная сейчас хору даст или ханяну да по моему это будет возра до алихать молодой просто именно отыгрывать на сто процентов эту игру ну да мы можно сказать что молодой соло вернул от веномов есть только мертвый демон который естественно ничего не сделать против хотя там только два корпуса остается от силов но его разбирают бдп пока что не торопится остается там один азамат алиханян не успеет и до 3-0 есть уже на подхвате сел но сейдмейт его естественно разберет да видно парни очень желают поиграть песок 3 на 3 в медиуме но если так желаю начать будем перед на песок потому что пол раунда тут флажка что-то из области фантастики видно здесь красная сторона сегодня для ребят наилучшим образом отыгрывается хотя почему-то прошлые два боя мы показывали 1 4 1 8 где 1 4 1 2 да где ребятам намного комфортнее было за синюю вот и как раз таки такая тоже череда была ну постоянно выиграла синяя сторона здесь играет все мне красные ну значит что-то сегодня у ребят по-другому идет да явно что-то по-другому сейчас веномы полностью оставляют свой деф артем уже прыгать через деревню будет естественно возить перехват есть но небольшой там херфрейт биты буквально остается он сейчас на одну тычку естественно его сливает и артем скорее всего я считаю что довезет и будет 40 да нереально делаю что-то силы почему так не выходит у них за синюю сторону непонятно в то же время это касается и веномов молодой опять берет флаг возможно там никого в дефе просто нет поэтому хотя не знаю ну да тут уже можно сказать что веномы подрасклеились хотя играть еще четыре минуты и мне кажется стилы могут тут много достаточно таскать если сейчас еще слить алиханяна то могут они увезти еще но не получится террением вены мы пытались заходить увезти хотя бы один флаг но не получилось силы в принципе уже играют на расслабоне богдан особо ну не прячется я бы так сказал отжимать он тут коробки причем до забирает дашку богдан будет пытаться раздамажить херфрейпа и октября молодой там мог много сделать он это и делает будет собственно двигаться бедипитом шахтами раздамажил артем пытается отвозить пятый флаг у нас на пути к доставке никто ему не мешает сел там еще и забирать двойные коробки азамат двойный может тоже забрать в принципе бы станка вы пропустил броня отходит азаматов ничего уже не решит как бы того они не хотели это будет 50 принципе три минуты чуть меньше остается и еще пару флажков нам не мешает бы отвести для ребят из веномов да ну к сожалению это не они это будут в стил и опять наверное вот целый опять зайдет и опять увезет ну по-моему веном не мешал бы отвести хотя бы один флаг все-таки ну хотя бы чтобы была не сухая хотя не особо позволяют им стилы это сделать я сейчас мертвый демон будет пытаться заходить по бровке но я думаю что ребят из веномов уже прекрасно о нем осведомлены ну что у нас есть азамат с headmate в общем ребята зашли увезут ли азамат вроде расслабился стоит ничего не беспокоиться даже не едет на флагшток там решил подуэлиться с резистором почему бы и нет мертвый демон ребят уже видно поняли что раунд отходит противнику и ждут свои пенки на песке ну да нет тут уже особого смысла стараться ни первой ни второй команде очевидно что ребята пойдут играть пенальти на песок и я не знаю будет ли там так решать красная сторона увидим а тем временем веном уже близки к тому чтобы поставить первый флаг ну да 51 нас делают счет ребят из веномов уже хотя бы это не так плохо и остается буквально 30 с небольшим секунд до конца ну я не думаю что ребята уже сильно старается всем все очевидно да 51 флажа прилич они привезли это похвально в принципе да будем ждать мы нового раунда мы быстро ребят собрать собрать можно пока только погадать кто будет представлять одну и другую команду я возьму за стилов все может представлять надо богдан то стопроцент скорее всего будет так бдб возможно ну и молодой наверное богдан и молодой точно кто третий будет надо еще подумать но как ты думаешь кто будет за веномов ну за веномов мне кажется будет азамат алиханян и я думаю что валентин ну как бы как по мне это три игрока которые выделялись наиболее ярко в этом матче так мы пока дожидаемся в чате может есть поклонники одной команды подскажите вы тут есть мы вас ждем ключик какой ключик зачем вам ключик у нас пока нет ключа но мы все ждем его мишу там посылки михаэль ой самому что рецепт смотрите уже ну все погнали поклонник своей темы в мм но это поздравляю тебя зачем ты ругаешься твой король надо хорошие ребята все все эти по сочетаниям здесь есть небольшие конечно ограничения на песке тем не менее ребята думаю выбран себе хорошие сочетания смогут найти компромисс фердер сейл и богдан на карте хорошее интересное сочетание я честно говоря думал богдана понятно будет больно нас нагибатор еще тот товарищ без него они я думаю не справится никак но вот почему не то например молодого не знаю но кстати возможно тут будет еще играть артемами я думаю что фердер выйдет так как не замечал я его в предыдущих четырех раундов может быть просто это я как-то проглядел а возможно и нет но завернув пока что заходит заходит Азамат, Мертвый Демон и кто-нибудь, я надеюсь, что еще зайдет. Да, ну а вот Мертвый Демон, Азамат, я думаю, что будут играть все-таки, ну с кем, с кем думаешь? Херф и Рэб, скорее всего, Херф и Рэб у нас появится на карте, я думаю, кто там еще может появиться, я думаю, что Херф и Рэб все-таки, а по сочетаниям, ну по сочетаниям пока не особо ясно, ребята могут переодеться, в принципе. Ну не знаю, из Продовов здесь может появиться Васпожига, скорее всего. Да и все, наверное, не знаю. Из Продовов только Васпожига. Вот, из Смака, Смака, я думаю, что на Викинге здесь будет одна Смака Магнум, но он не сказал бы, что кто-то оденет Магнум. Не знаю, не знаю, посмотрим, что покажут ребята, возможно, как-то они поэкспериментируют, хотя, как по мне, финал Блица не лучшее время для экспериментов. А ты бы попробовал какое сочетание? Не знаю, я вообще не особый поклонник Медиума, и далек от меня достаточно этот формат, поэтому не знаю я, как тебе ответить на этот вопрос. Ладно, значит, сейчас узнаем, что там ребята выбрали. Твинс будет, Гром будет, в общем, все будут, Магнума не будет, Шафта не будет, Смака будет, Жига будет, что-то придумают. Да, почему-то не особо торопятся ребята из-за силов перезаходить, возможно, додумывают они свою тактику, а возможно, просто есть какие-то проблемы. Ну, сейчас Артем выходит, и должны ребята уже залетать на карту. Да, в принципе, за Веномов заходит Хирфрейд, как мы и ожидали, кто только будет третьим. Вэй, они сразу в свое сочетание свечи-то так подозревают. Сразу так сразу, что же поделать? Хотите сразу, значит, будет сразу. Ребята, зашли и будем смотреть. Да, все-таки третьим заходит за Веномов Мертвый Демон, хотя, почему-то я думал, что это будет все-таки Валентин. Хорошо он, как по мне, отыгрывал на Кунгуре, и не знаю я почему отгородили так его от пенальти раунда. Ну, ты смотри, как ты подозревал, а вот Фердер-то не выходит. Фердер будет играть, так подозреваем. Ну, возможно, специально готовился, ждал именно пенальти раунда, так как не видел. Четыре раунда, да, готовился? Интересный вариант. Ну да, почему бы и нет. Просто, возможно, ребята готовы ко всем вариантам. Мертвый Демон берет вас по шафте. Как мне довольно неожиданно на песке все-таки играть на вас по шафте, хотя все возможно. В свою очередь Артем на своем васпике будет отыгрывать на молоте. Фердер Виттинга-Смака. Богдан также останется на Твинсе. А остальных я, к сожалению, не увидел еще. Ну, видишь, сразу они переодеваются там в гараже. Фердер уже на Викарикошете. Иридис подобрал правильно, это Смаки. В общем, и от рельсы с Жигой. Артем уже задейфил свой флажок. И Фердер, в принципе, будет танковать. Есть Али Ханяну, и Али Ханяну придет не сладко. Мертвому Диму нужно помогать ему. Там три шафта нужно выдавать. Срочным ком не получается. И Фердер будет ставить. Да, будет ставить. Там Херфрей пока в гараже был, перейд заходит. В общем, Артем пытается танковать. Тройной, ну... Впевает, успевает. Дэшки слипте своего соперника. Теперь шафт с тремя ДД. Это, конечно, мощно. Нужно клан отыграть, правильно? Да, но... Богдан не успевает боймонцелить. Там резист был. Богдана сейдмой джив и будет атаковать. Хотя, Артем... В общем, Стилл у нас отобрали все коробки. И нужно добивать. Ну, нельзя так отпускать. Ребята, ну, куда же вы отпускаете-то, парни? Потому что двойные коробки, да. Богдан будет погибать. Артем... Может, не возвращать пока мертвый демон. Да, очень быстро. Все-таки Стиллы поджали Веномов. Я думаю, что... Немножко они растерялись. Сейчас должны как-то оклематься и... Ну, начинать как-то увозить. Хотя Богдан сейчас будет забирать ДДшку и... Также пытаться разбирать Альханяна. Да, Богдан у нас тут уже как тут. Будет забирать. В принципе, это его флажок. Надо отвозить в любом случае. Впереди аптека для него виднеется. Альханяна там расколупливают как могут. Богдан почему-то смещается на левый фланг. Хотя, это его флаг. В ДДшку-то можно спокойно прыгать. Нечего ждать. Иначе за ним мертвый демон берется. Хотя и резистент есть. Да, посмотри. Мертвый демон сейчас отлично сливает Богдана. Отвезли Веномы. Альханян сливает Херфрейпа. Все правильно. Фердер сейчас стоит с флагом битой. Должен он скидывать. И будет пытаться ехать на ДАшку. Веномы не смогут, к сожалению, забрать. И Фердер сейчас может все-таки доставить неприятности Альханяну. Да, что-то по-моему непонятное сейчас произошло. Как-то очень непонятно сыграл мертвый демон. Но, тем не менее, сыграли стилы на высшем уровне. Поставили они флаг и уже 2-0. И Артем, опять же, он на ДАшке. Будет пытаться увозить Альханян, в свою очередь. Забирает дроп в лице ДДшки. И также будет отвозить. Разбирает он Богдана. Есть там еще Фердер, который, скорее всего, его убьет. И мертвый демон есть тут навстречу. Хотя, респится Артем. Я думаю, что мертвый демон сейчас неплохо отвезет. Херфрейд должен блокировать. И Альханян также поедет на блок. Да, довозит парня. Не прошло времени немножко. Довезли. Есть у нас ДДшный Артем, который там поджарит всех, кого можно. Альханян еще, кстати, жив. Но, правда, будет погибать от своего рикошета противника. Есть, кстати, обновленный... Можно обновить корпус для Фердера. Да и Нитра сзади могла неплохо сыграть. Но вот Херфрейпу нужно теперь отдавать молот своему противнику Артему. У Херфрейпа находится устройство, которое недавно нас привели в чувство. Это как раз-таки кучность выстрела. Поэтому здесь все хорошо. Ну да, немножко, я считаю, раскачались Веномы. Как-то они уже увезли хотя бы первый флаг. Сейчас должны разбирать Богдана. Ну, Альханян, я думаю, справится с этим. Или, по крайней мере, нанесет ему достаточно большой урон, чтобы Мертвый Демон его сейчас разобрал. Да, в принципе, я думаю, так и произойдет. И Херфрейп тем временем должен увозить. Непонятно, почему сейчас за Веномов выходит Альханян, заходит Сейдмейт. К слову, они уже в этом раунде проворачивали такой маневр. Не совсем мне понятный. Но пусть будет. К слову, Сейдмейт заходит на грамме. Возможно, это часть тактики. Должен он сейчас, да, отвозить на ДА-шку. И я думаю, все-таки Херфрейп ему поможет, да. И я думаю, это будет размен. Да, сейчас синюю тряпку будет подхватывать Фердор, а Херфрейп останется с красной. Да, Херфрейп заходит. Херфрейп там неплохо так, может быть, поддефить, получить. Потому что Мертвый Демон там, в принципе, есть шансы надамажить сдалека. А Сейдмейт, если не заметили бы, все было бы отлично. Вот Богдана пытается пробить. Но у Богдана есть резист от шафта. Единственное, что нет, это от грома. И вот тут на тоненький возврат. Можете возвращать. Отличный возврат, доставочка. Смогли все-таки расколупать, пока те были в гараже, по-моему. Да, сравнивают ребята из Венума в счет. Сейчас на синюю тряпку будут заходить Богдан и Фердор. Фердор разбирает. И Богдан сейчас отвезет практически. Он целый. В то же время Сейдмейт разберет Артем. И я думаю, это будет 3-2 в пользу Венума. Хотя Херфлейб есть на Нитре. Также его будет разберет Артем. Можно его перевернуть. Нет, не успевает. Но Богдан успел урон небольшой нанести. Единственное, что да, есть резист от шафта. И мертвый там не успел бы загасить его. Всем поклонникам, кто хочет дождаться ключа, не надо спамить. В общем, первая цифра от ключа пятера. Вот вводите пять, а дальше дополняйте. В конце сказал остальное. А тем временем Фердор у нас пытается отвозить. Отвозит он немножко дальше, чем хочет. У нас парни из Йеномов. В то же время Сейдмейт неплохо отгуливает на своем грамме. Чуть-чуть Артема-то допить нулево, Артем. Артема не доливает. Эта доставка будет... Подожди. Ну да, все-таки была доставка. И Альханян будет в ответку увозить. Флаг должен быть отвезен в любом случае. ДДшка сверху законтролена тоже. Да, Альханян их безусловно поставит, но Сейдмейт отлично сливает. Успел, успел Сейдмейт. Это может быть неплохой заход для Сейдмейта. Надо Фердор аккуратно разобрать. Главное, не сбивать прицелы. Да, ребят, не сбиваться. Да, Альханян до сих пор едет. Впереди, кстати, аптечка для него виднеется. Может от Смака попасть. Смака попадает. Можно брать аптечку спокойно. И там уже друг другу не мешает довозить. Тут Альханян должен решать. Правда, у вас по рельсам я не думаю, что это самое хорошее, что может быть. Потому что Альханян цыгорит просто от рельсы, а Фердора довезет. Да, Фердор еще и подберет ДДшку. И явно Сейдмейт ему тут не помешает уже. Плюсом, что Фердор еще и на дропе. И сейчас Артем будет прорывать атаку Веномов. И, к слову, остается у нас 2 минуты до конца. Богдан с Фердором сейчас будут заходить. Фердор сейчас должен разбирать Сейдмейта. Да, скорее всего, он его и разберет. И будет пытаться также увозить. Да, Богдан там будет погибать. Явное дело, есть у нас 2 минуты для сравнения счета хотя бы. Это будет Альханян. Альханян там... Блин, Альханян, это перевернули в минус, обидно-то как. А вот Херфрейп со своим пикошетом может, в принципе, перебороть Богдана. Альханян еще, кстати, встал, его не добили. И, таким образом, мертвый демон тоже жив. И можно отвозить. Артемка... Артемка... Артемку зарешал. Но, блин, до сих пор мертвый демон мы еще на базе. Нужно было давно уже отъезжать. Еще и морозит его. Ой, как обидно. Обидно-ка. Полтора минуты для решающего броска. Ну, смотри, Артем сейчас будет на своем молоте подбирать ДД. Это, ну, еще и заодно ДАшку. Это будет очень опасно для ребят из Венумов, так как может он нанести неплохой урон. Херфрейп сейчас будет пытаться увозить. И, к слову, не вижу. Я третьего игрока от Стилов. Вот только сейчас Фердер респится. И, скорее всего, да, ребята тут вернут. Я не думаю, что Альханян, да, к тому же он еще и промахивает по хламу. Поехала. Я, кстати, думал, что увезет все-таки флажок, но как-то странно подкачало его рукам. Да, и вот это уже опасно для ребят из Венумов. Остается меньше минуты. Им нужно привести два флага. Это уже действительно что-то из области фантастики. К слову, еще и Богдан на ДДшке будет справа заходить и... Ну да, разбирать, скорее всего, Сейдмейда и также увозить. Да, Брэдан тащит 30 секунд до конца. И здесь, конечно, шансов на победу Венума уже не остается. Стилов, по-моему, побеждает. Да, я думаю, Стилов, в принципе, уже можно поздравить с победой. А Венумам как-то пожелать побольше тренироваться, особенно песочницу. И вот, кстати, действительно, возможно, Фердор все-таки действительно тренировал именно песочницу, пенальти, так как неплохо он контролировал здесь дроп и, собственно, атаковал.